Программа выходит в эфир при поддержке Вятского государственного университета. Книги рождают мечту, вызывают ее к жизни, заставляют размышлять, воспитывают самостоятельность суждений. Помогите своему ребенку полюбить мир книги вместе с магазинами «Бумага». Здесь вы найдете научную и художественную литературу для семейного чтения, развивающие игры, учебные пособия и рабочие тетради. Огромный выбор книг для исследователей всех возрастов. Читайте и изучайте вместе с сетью магазинов «Бумага». Огромный выбор книг на Октябрьском 88 и МОПРО-7. Более 100 вкусов мороженого на фабрике «Артика» – единственный в России музей истории мороженого. Посетите увлекательные экскурсии и сами приготовьте мороженое. Вкуснейшие дни рождения, свадебные мастер-классы и фотосессии в кафе «Артика». Заходите каждый день на Спаскую-15. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Здравствуйте, здравствуйте. Доброе утро, дорогие слушатели, юные открыватели, мальчики и девочки. Здравствуйте, также уважаемые папы, мамы, бабушки и дедушки. Позвольте представиться. В студии «Эхо Москвы» в Кирове у микрофона ваш покорный слуга Руслан Мамедов. Мы начинаем еженедельную познавательную программу «Открывашка». Здесь, на «Эхо Москвы», в Кирове, на частоте 101 и 0 FM. Напоминаю, все, что происходит у нас в студии, вы можете видеть на экранах компьютеров и мобильных устройств. Для этого нужно зайти на сайт «Эхо Кирова.ру» и перейти по вкладке справа «Веб-камера» в студии. Обязательно звоните нам в студию по телефону 211-101, отвечайте на вопросы и получайте за это прекрасные подарки, о которых мы скажем чуть позже традиционным. Ну, а сегодня нас ждет много нового и интересного. Друзья, лето наступило, хотя немногие это заметили, но тем не менее. Уже было несколько дней, когда нам очень хотелось охладиться. Ну, искупаться в речке, допустим, съесть коробку мороженого или залезть целиком в холодильник. И сегодня мы, друзья, будем говорить о прохладе, которая есть дома у каждого из нас, а также о том, что такое полезное и вкусное можно в этой прохладе хранить. И как вы правильно догадались, внимание, тадам, я объявляю тему, речь пойдет о холодильнике с мороженым. Ура! Ну что ж, как всегда у нас в студии юные соведущие, за микрофонами юные слушатели. Хотя, мне кажется, что, вы знаете, возрастное ограничение – это от 6 до 60 лет, мне кажется. Это семейная программа, поэтому слушайте нас все, потому что у вас есть возможность задавать вопросы, выиграть прекрасные призы. Располагайтесь поудобнее у своих радиоприемников и приготовьте свои телефоны. Ну, а сейчас мне нужно будет представить всех, кто здесь находится в студии, и рассказать, что здесь происходит. Ну, еще раз два слова буквально обо мне. Я артист эстрады, но для меня это дебют. Честно вам скажу, я немножко волнуюсь, но мне помогут мои многоопытные соведущие. А этим соведущим буквально, наверное, всем от 10, 11, 12 лет. И позвольте сначала, господа джентльмены, здесь много мужчин в студии представить. Сначала нашу даму, да, самая опытная из нас, человек, которого я знаю с детства, Софья Светлановна Занько. Поздоровайте. Неправильно назвал, да? Неправильно. Неправильно, да. Ну, поздоровайте. Всем привет. Всем привет. Я почему так говорю, потому что с вашими родителями, уважаемый Федор Ильич Рычков. Дамы и господа, прошу любить и жаловать. Привет, смотрите, у него сегодня правая рука шел, упал, очнулся, гипс. Ну, об этом мы чуть позже скажем. Тоже с вашим папенькой мы друзья. Ну, и, конечно же, Тимур Русланович, мой сын, тоже дебютант и я. Давайте друг другу поаплодируем, как у нас говорят. Вам сложно, да? Ну, а сейчас, наверное, нам нужно представить нашего старшего гостя, многоопытного преподавателя, учителя, доцента кафедры теплотехники и гидравлики Вятского государственного университета Виктора Михайловича Сущих. Виктор Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Доброе утро. Спасибо, что вы предпочли нашу студию вместо того, чтобы, может быть, сегодня отправиться куда-нибудь на ловную природу, на дачу и так далее. Ну, и сегодня мы будем говорить о вкусностях, о холоде, о холодильниках, потому что программа «Открывашка», в общем-то, по сути своей, это такая программа, которая рассказывает детям в игровой, в познавательной форме о вещах банальных, обыденных, о явлениях, о событиях, о каких-то предметах, которые нас окружают в такой форме, когда вы, дети, наверное, поняли суть этих вопросов. Кстати, ваша фамилия тоже говорит о том, что вы в этой сути, наверное, разбираетесь, поэтому, дорогой учитель, дорогой доцент, скоро будет вам слово дано, и вы расскажете нам, в частности, о холодильнике и каким образом, так сказать, вы в этом дошли до сути, до самой главной, до понимания. Ну, а пока, уважаемая Софья, наверное, дадим вам слово, и вы расскажете, что детей и слушателей ждет сегодня в программе, какие призы и какой принцип взаимоотношений по ту сторону микрофона. У нас есть книги. Самая большая книга «Маленькая баба-яга», «Маленький водяной», «Маленькое привидение» для любого возраста. Николай Носов «Бобик в гостях у Барбоса» для любого возраста. Волшебная карта всех мест для ребят от 12 лет, энциклопедия «Изобретение» для ребят от 6 лет, энциклопедия «Тело человека» для ребят от 6 лет, энциклопедия «Древний Рим» для ребят от 6 лет. Приглашение на двоих кота-кафе «Зуки», приглашение на экскурсию с мастер-классом «Музей истории мороженого Арктика» тоже на две персоны. Приглашение на спектакль «Полет на Марс» театре на Спасской 19 июня для ребят от 6 лет. И приглашение на спектакль «Триам здравствуйте» в театре на Спасской 23 июня для ребят любого возраста. И приглашение на семейное посещение собачьей деревни Махнатия, где есть сейчас и кошки. Обалдеть! Слушайте, ну сколько призов! Это вот хорошая программа, да? Можно не просто знания еще получить, а получить еще и некий гешефт, как говорит наш общий друг. Софья и Федя, расскажите, пожалуйста, а в результате чего эти дети могут получить вообще? Вот это все. Мы будем в течение программы задавать вопросы. И если вы правильно ответите на них, вам будет дана возможность выбрать приз, который вы потом заверете. То есть она будет звонить, общаться, да? А мы будем выдавать. Я еще раз напоминаю, номер для смс, друзья, 8-909-720-010, телефон эфира 211-101. Напоминаем, что идет видеотрансляция на сайте Эхо Кирова, РУ. И поскольку вы уже сказали о том, что мы будем задавать вопросы, сейчас наш гость задаст первый вопрос. А Тимур, дружище, я тоже тебе просто сочувствую, потому что придется принимать звонки, наверное, ему, да? Софья, вы тут главное распоряжайтесь. Виктор Михайлович, вам слово. Ну так, еще раз добрый день. Значит, тема сегодняшнего, если хотите, занятия – это устройство холодильника. И первый вопрос, который до устройства холодильника я бы хотел задать. Допустим, такую ситуацию, ну, чтобы не обижать никого, скажем, Незнайка. Живет в себе Незнайка, жаркое лето, середина июня, на улице жара. В Кирове живет Незнайка. В Кирове середина лето, жара. В кухне холодильник, и решил он, для того, чтобы стало прохладнее в кухне, открыть дверцу холодильника. Вопрос мой, достигнет ли он требуемого результата? То есть, получит ли он снижение температуры в кухне? Слушатели должны ответить, станет ли в кухне холоднее, и если станет или не станет, то почему? Ну, то есть, грубо говоря, можно ли использовать холодильник, как охладитель? Совершенно верно. Кондиционер. Совершенно верно. Значит, мы тут все дружно молчим, это вопрос нашим зрителям. Зрителям, да, зрителям, слушателям. Виктор Михайлович, ну, в вашей аудитории, где вы преподаете, уже сколько лет в университете? Много лет, 40. Ну, там, наверное, постарше все-таки. Да, конечно, мы занимаемся этим вопросом профессионально, это все эти кафедры теплотехники. Кстати, теплотехника, это почему-то обязательно холодильник. Вот непонятная связь. И вот сейчас мои соведущие тоже немножко замерли, потому что теплотехника и холодильник, это странно. А что вы мне показываете? Рок? Звонок. Я же первый раз, ну что, мне показывают? Звонок. Соня, ты должна помогать. Хорошо, Тимур, принимай звонок. Тимур, держи. Удар. Привет. Здравствуйте. Сколько тебе лет? Мне 12. А как зовут? Как зовут тебя? Ульяна. О, Ульяна. О, Ульяна, хорошо. У тебя есть ответ на вопрос, да? Да. Слушайте, как быстро. Ульяночка, а в какой ты школе учишься, детка? В ГГ. В ГГ. И не первый раз слушаешь нашу программу, да? Нет. Молодец. Итак, ты помнишь вопрос? Да. Вкратце он... Не надо его повторять. Не надо его повторять, значит, ну, давай, отвечай. Он не получит ожидаемого результата, потому что холодильник будет размораживаться и найти больше энергии. То есть не получится у него ничего, да? Ну, в первую часть, я так понимаю, правильная, да, но Виктор Михайлович, наверное, вам надо пояснить. Обе части правильные. Это правильный ответ. Нужный результат получен не будет, потому что холодильник будет сам вырабатывать энергию. Накодясь в кухне. Это правильный ответ. Это правильный ответ, мы поздравляем Ульяну, Тимур, поздравляем, отлично, и что дарим? Зачем ты взял свой телефон, не надо его дарить. Что ты хочешь, книги или приглашение? Книгу. Хорошо, ты помнишь, какие у нас книги есть, или тебе вкратце их объяснить? Я думаю, ты знаешь, что, дорогая Софья, все книжки хороши, выбирай на вкус, как говорил Джанни Радари, я думаю, что сейчас эта Ульяна останется с нашими редакторами, они с ней поговорят и предложат ей книжку. Ну вот смотрите, друзья, не прошло и 15 минут, а дети уже активно подключаются, это успех. Виктор Михайлович, прошу вас дальше, расскажите нам об истории холода, холодильников. Вообще нужно разобраться, что холодильник, это обязательно холодильная машина, потому что раньше хранили, в общем-то, продукты, продукты хранили в погребе, продукты хранили... А раньше это как? Это очень давно, это очень давно, когда нас еще не было, хранили холодильники в погребе, в ледниках, ледник это... В моем детстве в авоське за... Да-да-да, я об этом тоже скажу. Вы не видели, не разобрались? Дело в том, что погреб, это такая штука, в которой всегда немножко прохладно, не совсем холодно, но прохладно. Дети, кто знает, что это был погреб? На глубине двух метров земли... Виктор Михайлович, ну подождите, дырка вниз. Прошу вас. Холодовка. Погреб, это, так скажем, углубление в землю вниз... Вы когда-нибудь были в погребе? Да. Помните, Буратино сидел где? В Пусть. Нет, он сидел в сарае. А, что... Прекрасно, да, и что там, прохладно, да? В тюрьме, можно так сказать. В погребе можно, во-первых, переждать катаклизмы, там есть что перекусить и долго храниться. А сейчас Виктор Михайлович объяснит, почему. На глубине двух метров температура примерно плюс восемь градусов. И причем и зимой, и летом. И поэтому там можно хранить продукты достаточно хорошо, но не замораживать. Для сильного охлаждения использовался лед, снег. Но для этого его нужно было запасать зимой и, соответственно, использовать летом. Это тоже очень хлопотно. Очень интересные способы были, например, сбегать в горы, где вечная мерзлота, и снег, и лед, и принести сюда лед и снег. Ну, а мы, если гор рядом не было, то мы зимой вывешивали продукты просто в авости, через форточку. Через форточку. А до сих пор еще в кухнях старых домов сохранились под подоконником специальные шкафы-холодильники, в которых смысл тот же самый. Мы не производим там холод, а холод там берется с улицы. Нет, он берется с улицы. Если на улице лето, то и холода в этом холодильнике тоже нет. Я сейчас думаю, слушатели, папы, мамы, которые помнят наше советское детство, они представили себе эти пельмешки в авоське, которые хранятся. Самое главное, чтобы синицы не склевали. Совершенно верно, да. Ну, было такое. Ну, а если вспомнить тему нашей передачи, она все-таки о том, кто придумал холодильник, то сложно сказать, кто его конкретно придумал. Тут нужно идти юридическим путем. Первый патент. Первый патент был получен 18 июля 1850 года. 1850 года. Точно, это США, Англия, Германия, что-то там. Это Америка. 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 Врач Джон Гори, он продемонстрировал, и что интересно, он создал рабочий прототип и запатентовал. Но коммерческого успеха не было, слишком дорого. Слишком дорого было производить. Промышленные холодильники появились гораздо позже. В первую очередь в пищевой промышленности, в фармацевтике. В 1857 году появился первый вагон-рефрижератор. Ну, а уже бытовые холодильники, бытовые холодильники в понимании единого корпуса появились в 1913 году. Слушайте, Виктор Михайлович, вы так все это знаете. У меня такое ощущение, что вы прямо там жили в 1851 году. Нет, нет, в 1851 я не был, но первые холодильники в России я тоже помню. Давайте-ка поговорим вот об этом. Потому что, на самом деле, ребята сейчас, это поколение айфонов и продвинутых всяких вот штучек. Но мы-то с вами помним эти, извиняюсь за жили, гробы, которые... Нет, 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 это были очень хорошие холодильники. Значит, в 1951 году, или в 50-м, в Москве начали производство холодильников. Они назывались ЗИС Москва, ЗИЛ Москва. Наверное, вы помните. Они назывались как машины? Да, они назывались... Завод тот. Завод имени Лихачева. Представляете, дети, там, где делали машины, там же делали и холодильники. Было бы смешно, если бы был холодильник ТУ-21 какой-нибудь. Так это Россия. Кстати, сейчас Суфия попала прямо в точку. Мы когда обсуждали с Виктором Михайловичем, допустим, вчера на брифинге небольшом, перед программой, внешний вид, и вдруг я вспомнил о том, что, в частности, внешний вид холодильника ЗИЛ был очень похож, как вы думаете, на что? На автомобиль. На автомобиль Волга. А, на Волгу. Да, на Волгу. Во-первых, у них там был такой же точно шильдик. Если посмотреть, то дверь. И выхлопная труба, да, тоже была? Ручка двери. Ручка двери, да. Все это напоминало такой капот автомобиля. И вот Виктор Михайлович, кстати, сказал такую вещь. Мы должны немножко предостеречь всех слушателей и вас, уважаемые дети, потому что понятно, что сегодня будет всплеск интереса к этому, казалось бы, бытовому совершенно агрегату, в который каждый день кое-кто из присутствующих в середине заглядывает по несколько раз. И я ему говорю, что завязывай, старик, с этим делом. Кому-то захочется туда, может быть, зайти как в Нарнию. Виктор Михайлович, вы мне вчера рассказали о том, что... Нет, значит, есть некоторая опасность, конечно, особенно старый холодильник, лежащий где-то на свалке или еще, что если дети начинают с ним играть, то правильнее всего, выбрасывая старый холодильник, сломать замок. Дети играют с холодильником. Да, дети играют с холодильником, который валяется где-то на свалке. И чем это чревато? Это чревато тем, что они могут запереться в нем. То есть изнутри? Изнутри открыть его невозможно. Поэтому, если вы выбрасываете холодильник, это тема взрослым. Если вы выбрасываете особенно морозильный ларь, холодильник, нечто такое, что может быть закрыто, то лучше сломать замок, чтобы он просто не закрыл. Совершенно верно. Были такими же случаями, хочу вам сказать. Почему в современных машинах, к примеру, в багажнике, изнутри есть специальная кнопочка, чтобы открыть замок. Вы представляете, дети? Оказывается, мы разбираем сегодня холодильник и очень много узнаем... Вернемся давайте к холодильнику. Теперь их полное многообразие, вообще широчайшее. Они бывают однодверные, двухдверные, с морозильной камерой и без нее. Отдельно морозильники, отдельно витрины, чтобы можно было видеть, что там находится. Сергей Михайлович, вы на меня не смотрите. Я хочу вам сказать, что долгое время я был рекламным лицом одной компании. Я догадываюсь, но как мы выяснили на этом брифинге, вы не знали, что там ходит фреон. Поэтому давайте мы вернемся все-таки к многообразию. Итак, бывают витрины, бывают всякие лари. Очень интересно. А в ларях что хранят у нас? Морозильный ларь – это хранилище для мороженого. Ребята так заслушались, что... Мороженое. Хорошо. Сейчас очень интересные холодильники. Если не про устройство, а просто интересные вещи говорить. Высоклассные модели. Включают в себя всякие таймеры, все что угодно. Управление термостатом ночью, днем, все по-разному. Но интересно, телевизор на дверце снаружи. Боже мой, Тимур... А в телевизоре что? Вот догадайтесь, что в телевизоре в этом? Кнопка. Я думаю, что это прямая трансляция «Эхо Москвы» в Тимуре. Совершенно верно, не идет. В этом телевизоре показывают то, что находится в холодильнике. Это же очень удобно. Я в жизни не мог подумать. Не надо открывать дверцу в холодильнике, чтобы посмотреть, что там находится. А вот знаете, есть такая поговорка, там... Знаете, есть поговорка, там такая мышь повесилась. Это у кого что? И, наконец, последнее. Сейчас появились уже очень интересные холодильники с видеокамерой внутри, на которую можно позвонить. Вы пришли на рынок, позвонили своему холодильнику и спросили, что там есть. Он вам показывает, что там есть. Боже мой, Виктор Михайлович, это мы люди, которые с вами помним черно-белые телевизоры и переключалку плоскогубцами. Кстати, я думаю, может, кто-нибудь как раз нам и задаст вопрос о холодильнике, нашим слушателям, если на это пошло. Ну да. А, ну, понятно, что о холодильнике. А в связи с чем вопрос какой? Не знаю, может, наш дорогой гость что-нибудь знает. Ну, я могу что-нибудь, конечно, спросить. А давайте, Виктор Михайлович, я вам подскажу. Вот смотрите, все-таки вы называетесь доцент кафедры теплотехники и гидравлики ВИАТГУ. Теплотехники, и человек разговаривает о холодильнике. Вот я, честно вам скажу, никак не могу понять. Ну, хорошо, давайте вопрос тогда будет очень простой. Какое отношение теплотехника имеет к холодильнику? Итак, какое отношение теплотехника имеет к холодильнику? У нас на этой минуте вопрос задает наш гость. Напоминаю, что вы находитесь на программе «Открывашка» на частоте 101.0, «Эхо Москвы» в Кирове. Наш телефон 211-101. Звоните, пишите. И, конечно же, Соня, наша замечательная Софья, наш соведущий, опытный, она расскажет вам еще буквально немножко о подарках. Тимур примет этот замечательный вопрос или ответ. Ну, а Федя как-то с одной рукой подключится вообще к этому разговору. Ну что, сделаем паузу или продолжим дальше? Давайте послушаем какую-нибудь песню, отдохнем. Виктор Михайлович, спасибо большое. В следующих частях нашей программы мы как раз и расскажем вам о том, как устроен холодильник, что такое газ-фреон. И все ближе и ближе, друзья, мы подходим к главной части, которую дети прям вожделеют этой нашей программы. Так что же самое пустое в холодильнике находится? Мы-то здесь в студии видим, и все, кто нас смотрит, тоже видят, что у нас на столах расположено. Сейчас пока мы с этим разберемся, а пока, друзья, еще раз всем доброго утра. Слушаем музыку. Поехали. Жизнь в своем доме всегда одному. Скучно и мне, и тебе, и ему. Ведь сколько на свете хороших друзей. Хороших друзей? Хороших друзей. Сколько на свете веселых затей. Веселых затей? Веселых затей. Воздушные двери. Жмотные залки. Брятки, мячи. Чухарна и скакалки. И просто, и просто, и просто скакалки. Ну просто, 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 просто. Всегда есть мороженое одному. Ни вкусно, ни мне, ни тебе, никому. Без только на свете хороших друзей. хороший друзей хороших друзей лишь только на свете вкусных вещей вкусных вещей вкусных вещей базовая каша зубе líз просто . а что делать , надо сейчас не надо рассказывать нет нам says что то что что происходит Друзья, я понимаю Друзья, мы в эфире, но мы не можем переключиться Потому что пока вы слушали песню Мы ждали Содержания нашей программы Товарищи И у нас есть звонок Симур, привет Здравствуйте Как тебя зовут? Витя Сколько тебе лет? Восемь Остановите Витя, надо выйти, хочется сказать От этой песни страдает миллионный Витя Так, давайте дальше Витенька Витя, у тебя есть ответ на вопрос? Да Давай Отвечай Холодильники нельзя ставить на батарейки или прочих приборов Витя, скажи, пожалуйста, деточка, а кто там тебя нашептывает рядом? Главное, что ответ был Скажи, кто там рядом с тобой? Бабушка Ой, мы приветствуем нашу бабушку Приветствуем вас, потому что это программа для всей семьи Здравствуйте, бабушка Ну что, Виктор Михайлович, правильный ответ наш Витя выдал? Не совсем Не совсем Мне бы хотелось услышать все это другое Важный принцип работы холодильника в том, что это не производство холода Вы не будете возражать, если мы Витя тоже зазвучит? Конечно, конечно, бесспорно Это очень правильный ответ А теперь вы скажите Если вы повышаете температуру рядом с холодильником, холодильник становится хуже Это правильный ответ То есть он болеет? Да, ему становится тяжело дышать Тяжело жить Хорошо Потому что вокруг стало очень жарко Наоборот, вынесите его на улицу Поставьте его в снег, ему будет совсем хорошо Хорошо, Витя, давай ты пообщаешься с нашим дорогим Я-то понимаю, что вы имели в виду как раз о принципах взаимодействия холодильника и тепла, да? Приз, Витя Наши редакторы выйдут, непременно Пусть пообщаются Потому что песни Витя надо выйти Меня тоже касается Витя надо выдать, вас тоже касается Прошу вас Тепло и холод Прошу вас Ну теперь давайте подумаем вот о чем Холодильник это не устройство, которое производит холод Ух ты Он отводит теплоту от продуктов То есть отнимает тепло Не дает нечто, а отнимает тепло То есть холодильник это по сути своей тепловой насос То есть он перекачивает тепло из холодного пространства холодильной камеры В окружающую среду То есть окружающему воздуху в кухне Причем что интересно Например, горячая батарея отдает тепло в комнату Сама по себе Ей не надо в этом помогать Тепло от горячего идет к холодному само по себе А вы когда-нибудь видели, что тепло от холодного шло к горячему само по себе? Никогда не идет Никогда Тут приходится сильно помогать И вот для этого нужен тепловой насос То есть тепловой насос потребляет электроэнергию из сети для своей работы И способствует тому, чтобы теплота передавалась от холодного к горячему Проще говоря, холодильник Да, получал Можно объяснить попроще? Можно проще Допустим, холодильник берет и всасывает воздух из окружающей среды Его, так скажем, внутренний механизм охлаждает этот воздух И потом этот воздух выходит в холодильник, в саму холодильную камеру И то есть как бы еда и все то, что находится в холодильнике Не могут стать теплым, потому что холодный воздух идет на них Кондиционер для продуктов Мне казалось, что Виктор Михайлович все-таки говорит Немножко про другое Об обратном Ну-ка давайте еще раз Воздушные холодильники есть, такие холодильники, но сейчас То есть по сути своей, что холодильник делает? Он отбирает тепло, понижая температуру, да? Да, совершенно так И выгоняет это тепло, а теперь вопрос, куда? Почему в комнате? Выгоняет это тепло на заднюю стенку Давайте разберемся Самая главная вещь, которая есть в холодильнике В современном, бытовом, нормальном Фреон Фреон это вещество, которое... Слушайте, он в кондиционерах есть, в машинах Совершенно верно, это чуть-чуть позже Но главное, что в холодильнике есть фреон Это то вещество, которое таскает тепло Это маленький вагончик Это что, газ или жидкость? Что это такое? А вот в том-то и дело, что очень хитрая вещь Он одновременно и газ, и жидкость Бывает где-то в холодильнике газ, где-то в холодильнике жидкость Он не вреден? Нет, абсолютно Для человека он не вреден До 1930 года, когда фреона еще не было Там были разные другие вещества В том числе и очень вредные для дыхания Вредные для глаз Сейчас этого нет Фреон не вреден для человека абсолютно Некоторые старые виды фреона вредны для окружающей среды В частности, для озонового слоя Но это уже другая немножко тема Но в любом случае фреон в каком-то закрытом герметичном агрегате Так сказать, по кругу Путешествует в трубочках фреон А кто его гоняет? А гоняет его компрессор Что такое компрессор? Это насос на газ Газовый насос, это называется компрессор Компрессор гоняет этот самый фреон по кругу А элементов в холодильнике всего 4 Очень просто их запомнить Всего 4 Компрессор самый главный, это мотор Затем идет конденсатор Это на задней стенке холодильника Это эти черные трубочки, они всегда горячие Затем идет вентиль терморегулирующий Это просто вентиль Дальше после этого вентиля идет испаритель Это вот те трубочки, которые внутри холодильника И все, и снова компрессор И вот сейчас я смотрю на наших детей И понимаю, что дети, как говорит молодежь Залипли слегка Дети залипли Виктор Михайлович, это было потрясающе Спасибо вам за то, что вы это рассказали У меня в связи с этим буквально есть несколько вопросов Скажите, пожалуйста, Софья Значит, чуть не сказал Илья Федя Вам не говорят частенько, закрывай холодильник Да, говорят Он пищит, он сам не говорит, закрывай меня Я хотел задать вопрос нашему гостю Принципиально ли это? Потому что мне лично всегда казалось Закрывай холодильник, иначе он, не знаю, сломается, что-то произойдет Вот насколько принципиально закрывать холодильник И не страшно ли это, если ребенок чуть-чуть забыл закрыть холодильник? Если чуть-чуть забыл, это не страшно В современных холодильниках, с ними, в общем, ничего не произойдет Ну, нежелательно ставить в холодильник очень горячие, большие кастрюли супа, например Горячего, только что встепевшего Потому что это заставляет его работать долго И если он старенький, то он может этого просто не Окей, у нас бытует мнение о том, что в холодильнике продукты живут вечно Но я слышал такую фразу У нас в холодильнике протухло что-то Разве можно что-то протухнуть в холодильнике? Да, конечно Ну, ведь весь вопрос в чем? У нас есть две, как бы, зоны хранения продуктов в холодильнике Это обычная зона, где температура 4-8 градусов И морозильник А давайте-ка задим вопрос, ребята Кто-нибудь? Федя, как ты думаешь, в морозильнике сколько температура? Около нуля Морозильник Ниже Ниже нуля Ну сколько? Ну сколько ниже нуля? Около, ну... Минус 6, минус 8, минус 10 Минус 20 Виктор Миколаевич? Минус 18 Нормальный бытовой холодильник минус 18 Считается, что продукты при минус 18 можно хранить достаточно долго Ну, я не скажу не ограниченно долго Хорошо, у меня следующий вопрос А все ли холодильники нужно размораживать? Нет, не все холодильники нужно размораживать Есть холодильники, которые автоматически разморозят, они сами это делают Старинные холодильники, да, приходится размораживать Это действительно так Бабушка размораживает И последний вопрос у меня есть следующий Почему образуется все-таки наледь на холодильнике? Вот прям То, что мы открываем, да? Лед? Ну, лед вот прям вот такой Корочка льда Корочка льда, да, все видели Мне всегда ее хочется съесть Нет, корочку льда не надо есть Ничего хорошего в этом нет Значит, почему она образуется? Вы часто открываете холодильник, туда заходит воздух из кухни Он, то есть, растапливается лед и накладывается? Нет, нет, воздух, вот тот воздух, который мы сейчас здесь дышим, тоже содержит воду Это вода в виде пара Это влажный воздух Когда он попадает в холодильник, там становится холодно Эта вода выпадает в виде росы, в виде тумана И оседает на стенках холодильника Чем чаще вы его открываете, тем больше вы будете иметь льда на этом холодильнике Как в природе, то есть, получается? Совершенно верно Как вот бывает утром туман Это вот то самое Теперь, что еще интересно Не надо удалять лед механически Не надо скрести его ножом Не надо ничего Пусть это делают взрослые Правильнее всего удалять лед все-таки размораживанием То есть, лед с испарителя Правильнее всего удалять, чтобы он растаял сам То есть, топор не берем, не соскребаем Да, не будем его скрести, не будем его чистить Ну что, дорогие друзья Мы даже не подозревали с вами, уважаемые дети и радиослушатели Оказывается, что вот простой наш спутник жизни Такой, который нам любим, который нам всегда помогает Вроде бы такая обыденная вещь, которая Может быть, даже уже на вашем маленьком веку несколько раз поменялась Сейчас такие названия красивые Что оказалось, что это целая, понимаете, наука И она парадоксально связана Вот как раз с сегодняшним нашим гостем Который является доцентом кафедры теплотехники Так я вот не могу никак понять Все-таки мы ответили на этот вопрос Почему холодильник и тепло Вот как оно связано Может быть, вы все-таки окончательно поняли или нет Уважаемые, вот мои соведущие Почему тепло? Скорее всего, потому что холодильник забирает тепло И перерабатывает его в холодный воздух Ну, в целом, это так, действительно Нет, насчет перерабатывает в холодный воздух я не согласен Не согласен Забирает тепло правильно И правильный здесь был ответ Это тепловой насос Потому что, по сути своей, это тепловой насос То есть он высасывает тепло Он высасывает тепло Таким образом, температура понижается, да? И сейчас маленький мостик Какую-нибудь дальнюю следующую передачу Да А представим себе, что тепловой насос Мы поставим себе в домик, в квартиру Для того, чтобы он высасывал тепло с улицы И грел нам батареи Это же будет очень выгодно Слушайте Это же получается очень выгодно Виктор Михайлович, давайте на этом мы сейчас Потому что кто-нибудь обязательно тизнет нашу с вами эту идею Идея этой много лет Она достаточно известна Но согласитесь, что что-то в этом есть Что-то в этом есть Я вам так хочу сказать Честно говоря Мы бы могли болтать об этом вечером У меня пришла на мысль такая вот Такое воспоминание о фильме «Миллионер из трущоб» Никто не смотрел Такой индийский фильм Там в детстве молодой человек Очень много узнавал Вот в таком игровом познавательном формате Значит, какие-то знания И потом в результате эти знания Помогли ему в жизни Так вот мы хотим сегодня Чтобы в такой форме Благодаря Виктору Михайловичу Я думаю, надо его поблагодарить За этот прекрасный совершенно экскурс Мы узнали нечто такое Чтобы потом нам это все доставило Комфорт, наслаждение и радость в жизни И спасибо за просвещение этого всего Ну что, у нас может быть есть звонок Или что-то в этом роде Нет, да? Еще раз мы напоминаем Друзья, звоните У нас есть очень много подарков Сейчас мы вновь дадим Чересчур много Да, чересчур много Дадим слово очаровательной Софии Она немножко расскажет о подарках А потом Виктор Михайлович, вы тоже не уходите У нас в студии будет замечательный гость И мы перейдем к главной теме Морошка И тогда уже Федя кое-что нам задаст вопрос Что показываете? Надо пригласить гостя или что? Закончить программу? Всего доброго, до свидания Во-первых, нет Во-первых, пригласить А во-вторых, призы Не будем говорить сейчас Пока что не надо Потому что нет возможности Окей Ну тогда, я думаю, что давайте буквально еще Прервемся чуть-чуть на музычку И сейчас в нашей студии появится Очень вкусный гость Мы ждем Это специалист замечательного музея Арктика И мы наконец-то в этой части поговорим про мороженое Спасибо До чего дошел прогресс До невиданных чудес Опустился на глубины И поднялся до небес По забытых лопоты Остановлен бег Вкалывают роботы А не человек До чего дошел прогресс Труд физически исчез Это и умственный заменит Механический процесс Позабытых лопоты Позабытых лопоты Остановлен бег Остановлен бег Вкалывает роботы Вкалывает роботы Остановлен бег И многих Многих Я понимаю Я понимаю, что вы все знаете Но пусть наши слушатели нам ответят Так, из чего эскимосы делали мороженое Следующий сет у микрофона Я передаю нашему однорукому бандиту Как он называется в истории Нашему уважаемому Феде Рычкову Прошу вас Я хочу задать вопрос Который начнет, так скажем Историю всего мороженого И всех холодных десертах Да, это гостям вопрос Во времена кого Начали замораживать Там, не знаю Ягоды Фрукты И делать фруктовый лед Да Но я думаю, что нам сейчас Ответит наш гость Очаровательная Симпатичная Великолепная девушка Анастасия Макарова Экскурсовод Музея истории Мороженого Арктика Мы вас приветствуем на программе Здравствуйте, дорогие друзья Здравствуйте, радиослушатели Итак, вопрос Когда начали замораживать фрукты Фруктовые соки Ну, например Во времена Александра Македонского Ему к столу подавали снег с соком И даже иногда охлажденное Вот почти за замороженого состояние вино Ничего себе Да, было и такое Мороженое для взрослых Слушайте, во-первых, Анастасия Спасибо вам, это вы принесли Да, это я принесла Это очень вкусно И даже Виктору Михайловичу плетает А сразу интересно узнать А где брали холод? Где брали холод? Где брали холод? Дела обстояли так За холодом Я уже слышала, вы это обсуждали Нужно было отправиться В горы В горы Да, высоко в горы Доставить этот снег Пусть Федя повторит урок Ну-ка, Настя Справляясь за холодом За льдом За снегом В горы Специально тренировали здесь Чтобы они быстро бегали И успели приносить снег И лед Грандиозно Виктор Классович, ваш урок не прошел Зря Не забывайте, что у вас, кстати, нет микрофона Если что Настя Вот скажите, пожалуйста Здесь очень много лежит Всяких штучек Всяких вот креманочек Всяких Кстати, в нашу молодость Я вам хочу сказать Было верхом шика Пригласить девушку Например, в кафе мороженого Коих было безграничное количество По всей стране По Советскому Союзу И накормить мороженым Из вот таких креманок Вот какие это штуки Это из вашего музея тут, да? Да, это экспонаты Из нашего музея Вот такие непонятные штуки На первый взгляд Это ложки для мороженого Радиослушатели-то это не видят Но те, кто нас смотрит Они видят, да? Я надеюсь, да Что у нас многие смотрят И видят, что я показываю Также здесь есть упаковки Упаковки, смотрите, какие Американские, в основном, да Так как американцы начали первыми Производить мороженое в промышленном масштабе Что в переводе, Софья? Мороженое То есть оформлять саму коровочку Ну, то есть, да Если они производят в промышленном масштабе Появляется много фабрик по производству мороженого Нужно к своей продукции как-то привлечь покупателей Упаковки становятся яркими, красочными Собственно А почему у меня такие черные пальцы от мороженого? Потому что вы едите мороженое с чернилами каракатицы Мне нравится это мороженое С чем я ем чернилами каракатицы? Друзья мои, это потрясающе Это впервые в жизни Всем советуем А что вот рядом с нашим уважаемым доцентом Стоит какой-то акселератор Рядом с нашим уважаемым доцентом Стоит зеленое ведро, действительно, это фризер Аппарат для производства мороженого С фреоном никакого отношения Этимология слова не имеет Фризер от слова фриз Нет, от слова фриз замораживать, да Фризер ручной, как вы видите Но он тоже старенький какой-то, да? Он 1923 года Российский, сосоветский? Нет, американский Вообще фризеры придумывают в США Делает это домохозяйка Нэнчи Джонсон Еще в 1843 году Но наш помоложе, конечно, начало 20-го века Слушайте, то есть я так могу сказать о том, что в бытовых условиях дома тоже можно сделать мороженое, да? Вообще можно, конечно, но это сложно, честно говоря То есть вот на таком фризере еще лет сто назад вы готовили мороженое Но эту ручку приходилось крутить по 2-3 часа Сегодня этим заниматься никто, конечно, не захочет Лучше сходить в магазин, мне кажется Мороженое с черной каркатицей Это видео, друзья, может даже прямой эфир Слушайте, Анастасия, это так приятно Мы, кстати, приветствуем Светлану Занькову, которая пришла к нам в студию Давайте вы нам расскажите, какие сорта бывают мороженое Из чего мороженого? Потому что я убежден, что сейчас после нашей программы Открывашка Люди, у них уже слюни текут Они нам завидуют И они пойдут в многочисленные наши заведения В том числе к вам Так, из чего, Федя, хочешь мне помочь чем-то? Да, я хочу сказать, что в 1980 году было открыто такое кафе-мороженое, которое называется Карамото Его открыл португалец Монель да Сильва Оливьера Там предлагали около 800, то есть 709 видов мороженого Там были там фрукты, ягоды Также там было мороженое со вкусом пива, кальмаров Со вкусом пива? Да Что ж такое? Софечка, подключайтесь, ребята А вы часто едите мороженое? Да Да Конечно Ну сколько раз в день? Я как человек, который ездит в Италию уже восьмой год Италия, это страна, в которой все очень любят мороженое Его можно просто, магазин мороженого можно встретить Просто Как по-итальянски мороженое будет? Джелатто Джелатто Джелатто, это потрясающе Замечательно Тимур, а ты какое больше всего мороженое любишь, например? Ванильное, кулубное Пломбир обычный Обычный пломбир Слушайте, а пломбир, почему такое вкусное? Почему так люди говорят? Пломбир, я думаю, вы замечали, более жирное То есть для его приготовления используются только сливки Молока там практически нет Это самое калорийное, во-первых, мороженое Ну и очень-очень вкусное Хорошо, тогда давайте заднем вопрос о полезности этого продукта Я понимаю, что, конечно, в умеренном количестве полезно все Все, да Да, но вот можно ли от мороженого, скажем, там, объесться его и заболеть? Ну, если вы килограмма два за раз съедите, конечно, будет не очень хорошо А я слышал, например, о том, что мороженое не лечат Ну, не лечат, давайте, скажем так, проводят профилактику То есть летом кушать немножечко мороженого для того, чтобы защититься от ангины Вполне себе возможно, многие врачи это рекомендуют Вы слышали, друзья? Врачи, Минздрав, Музей Арктика, Эхо Москвы в Кирове Программа «Открывашка» рекомендуют кушать мороженое летом Зимой тоже можно, да? Но в кафе время, да? Конечно, конечно, почему нет, да? А насчет калорийности, вот вы такая стройная девушка Скажите, пожалуйста, вы работаете в музее Вы не едите свои музейные экспонаты, нет? Экспонаты стараемся не есть Мороженое тоже уже давно не едим Оно, конечно, очень вкусное, но очень уж его много для нас Но мороженое действительно калорийный продукт Наименее калорийное фруктовое мороженое, то есть без добавления молока И, ну, и самое калорийное пломбир Я, конечно, уже тогда оставляю Дети, вам это все можно? Софья, вы вообще вся в маму, а очень изящный человек Но не забывайте, что у нас, кстати, есть от вас вот такие подарки, да? И нам надо как-то с нашими радиослушателями снова связаться Есть у нас какой-нибудь вопрос? Мы загадали какой-нибудь вопрос, нет? Мы давно загадали, но мне кажется, нужно еще один задать, чтобы из двух могли выбрать Давайте задаст вопрос Тимур, и у меня тоже идентичная тема Потрясающе, прошу вас Второй вопрос Сколько лет истории мороженого в России? Это раз? Не в России, а истории мороженого Вообще в мире, да? Сколько лет истории? Настя, ну, будьте нашим главным экспертом, ладно? Хорошо Хорошо, конечно Хорошо, звоните, вы получите наши призы Призы, это много очень книжек Это потрясающе Софья, это вот что такое? Это пригласительный билет там, где, ну, в музей мороженого Там, где вкусно, я понимаю, ты сейчас занята Несмотря на то, что ты очень продвинутый ребенок Все-таки еще, слава богу, ребенок Вот, какая-то собачья деревня Здесь что-то еще Это спектакль, наверное, какой-то Короче, вас все это ожидает Вас все ожидает, мы вам сегодня это все раздадим Не беспокойтесь, друзья Ну и второй вопрос Второй вопрос Он про человек, который в 1295 году Завез рецепт холодного десерта Так скажем, этот рецепт был достаточно странным Потому что, так скажем, у него входили три компонента Один из которых был очень гадким Чернила каракатица? Нет Они вкусные? Они очень вкусные Я хочу задать вопрос Во-первых, кто этот человек? И что за рецепт он привез? Кто эти люди? Я хочу вам сказать, что чернила каракатица гораздо вкуснее, чем просто чернила Виктор Михайлович, я вам честно скажу Потому что я знаток в этих всех делах Итак, повторим эти два вопроса Первый вопрос Сколько насчитывает история мороженого в мировом, так сказать, масштабе? И второе Кто эти люди? Кто эти люди? Я, честно говоря, вопрос не понял Кто эти люди? Кто эти люди? Вы выясните Не забывайте звонить 211-101 к нам в студию А я напоминаю, что у нас уже подходит к концу программа Открывашка, познавательная программа для детей на радио «Эхо Москвы» в Кирове И в нашей студии самый вкусный гость Это Анастасия Макарова Чуть не сказала Морозова Простите, Христа ради Экскурсовод в Музее истории мороженого Арктика Она продолжает всю эту историю про мороженое Мы ее поедаем Прошу вас Что говорить? Ну, расскажите хотя бы о том Я не знаю, сколько там производит ваша фабрика Почему она в Кирове появилась? Мы знаем, что туда люди ходят со всей стороны Да, действительно, у нас при музее есть фабрика мороженого Арктика На данный момент мы обладаем секретами приготовления 107 вкусов мороженого Господи Я думаю, что каждый по вкусу найдет себе мороженое в нашем музее, в нашем кафе Брокколи, есть у вас мороженое? Брокколи, есть мороженое с брокколи Давайте еще варианты Так, хорошо, мороженое, Тимур, с чем может быть? С креветками С креветками У нас есть такое мороженое интересное, пивной сорбет Вот туда добавляются креветочки Сорбет, кстати, сорбет это что такое? Сорбет, это, ну, в нашей стране его тоже называют мороженым, да Но, по сути, это замороженный десерт, фруктовый, без добавления молочка Ну что, господа, у нас есть звонок телефонный, Тимур, принимай Привет Здравствуйте Сколько тебе лет? 14 Здравствуйте А зовут тебя как? Маргарита О, Маргарита Не в первый раз А у тебя есть ответ, да? Да На какой вопрос? Сколько лет в России мороженое? Ну, нет, просто мороженое Ну, не важно, отвечайте Насчитывают более 500 лет Вообще, история мороженого насчитывает более 500 лет Да Но это неплохо, давайте-ка узнаем об этом у Анастасии Не отключайтесь, Маргарита Ну, не совсем верно, на самом деле Если говорить о мировой истории мороженого, чуть-чуть нолик вы потеряли 5000 лет А мне показалось, честно говоря, что Маргарита сказала не менее 500 лет, друзья Не менее 500? Не менее 500 Ну, такая формулировка вполне приемлема Абсолютно Абсолютно Маргарита Ты поняла, Риточка, да? Кто тебе подгончик организовал? Маргарита, молодец! Прекрасный вопрос Ответ Ответ Не возражают мои коллеги, да? Нет Ребята, если что, вы знаете, дядя Руслан уже всегда за детей Ну, понимаете Маргарита, вас ждут подарки Спасибо вам за участие Кушайте мороженое А мы дальше продолжаем нашу программу И, Анастасия, вот, Виктор Михайлович, поскольку вы уже здесь задержались Хотя вчера вы говорили, что быстро убежите Я чувствую, что вам здесь нравится По статистике больше всего мороженое любят дети от 5 до 12 лет И взрослые после 45 лет Значит, кто попадает под эти статистики? Ну, дети, понятно, вот они уплетают Даже забыли, что у нас идет программа А с чем связана вот такая вот какая-то полоса? Ну, на мой взгляд, дети, мы видим и знаем, любят сладкое Даже ложки у них падают Даже ложки у них падают, да А что, говоря о людях старше 45 лет Но, мне кажется, это с чем связано? С возрастом организм все меньше вырабатывает серотонина, гормонное счастье А мороженое способствует выработке серотонина Поэтому, мне кажется, люди с возрастом все больше и больше начинают употреблять мороженое Чтобы быть счастливее Ну, это интересная версия, да Кстати, она мне очень нравится, честно говоря Друзья, ешьте мороженое, и сразу вам будет, и вам будет вам счастье И будет вам счастье Да, я напоминаю, что у нас сегодня на Эхо Москвы в Кирове 101.0 идет программа Открывашка Программа для всей семьи, познавательная программа Вот в таком, может быть, шутейном, интересном, так сказать, диалоге в игровой форме Но мы говорим о вещах обыденных, которые нас сопровождают В частности, сегодня мы все говорили о холоде Это актуально этим летом Кстати, Настя, сейчас вы продолжите тему, как зависит потребление мороженого от температуры воздуха Мы говорили сегодня о холоде, о морозе, о тепле, как ни странно И выяснили, что холодильник, и холод, и тепло – это практически очень важные такие категории Из которых, в общем-то, создается эффект Они связаны Как бы это ни казалось удивительным Но вот в этом есть просветительская миссия нашей программы Ну и, конечно, мы сегодня говорим о мороженом И не просто говорим, а обязательно этим пользуемся Друзья, телефон для эфира Можете даже, кстати, задать нам вопросы И мы, может быть, ответим Пока здесь в студии наши эксперты 211.0.1 Ну, тем не менее, так сказать, надеемся, что к этому времени наша программа закончится И мы с вами убежим быстренько доедать где-нибудь мороженое Вот, звоните, общайтесь, разговаривайте Ну, а сейчас мне бы хотелось еще раз сказать о том, что у нас есть подарки У нас в студии, кто видит нас в прямой трансляции, есть элементы И, в частности, мне бы вот хотелось, Настя, чтобы вы протянули руку, Виктор Михайлович, да И подали мне вот эту штуку, кто нас видит А мне молоко Это мороженое Эскимо на палочке Эскимо на палочке, да Во-первых, откуда название Эскимо? Эскимо Фидя знает Что это такое Эскимо? Фидя хочет рассказать Хорошо Эскимо произошло от эскимос Это, так скажем, ну, такой народ Шел в 1920-х годах фильм «Нанук из севера» И один человек решил продавать мороженое Кристиан Нельсон его звали Американский продаец сладостей, действительно Да, он решил продавать мороженое в глазури, на палочках Кто-то из жителей попросту назвал это Эскимо И так получилось, что это называется Эскимо Пай Немножечко добавлю Кристиан Нельсон, как вообще придумал этот десерт К нему в магазин пришел мальчик И он долго не мог решить, что ему купить Мороженое или шоколадку А денег хватало только на что-то одно Вы бы что выбрали? Мороженое? Мороженое Мороженое, отлично Но мальчик не выбрал и ушел ни с чем И вот этот случай вдохновил Кристиана Нельсона На создание как раз такого десерта Мороженого, облитого шоколадной глазурью Только спустя год И он его на палочку нанизает И начнет продавать перед кинотеатрами И Нельсон утверждал, что этот его пирожок Традиционное лакомство северного народа эскимосов Начнем, начал То есть он назывался пирожок Эскимо Пай Да, Эскимо Пай Слушайте, ну мы об этом можем, конечно, говорить бесконечно Тем более, когда пришла Анастасия И мы завелись все-таки на такую приятную всем замечательную тему Но, к сожалению, наша программа не резиновая Она не как мороженое, она не в холодильнике Она не может заморозиться и остаться навсегда Но она останется на сайте Она останется уже в аналог Нашего радиоэфира И останется в следующем воскресенье И в следующее воскресенье Друзья, фу, честно говоря, я выдохнул Потому что это было непросто Но, честно вам скажу, очень увлекательно Для нас с Тимуром это был большой дебют Во-первых, я хочу вас поблагодарить, уважаемые господа Вы действительно были партнерами Поддерживали Федя, Софья Вы молодцы Надеюсь, мы с вами еще раз встретимся Все радиослушатели, я думаю, что видят Как они сейчас друг друга поздравляют Мы благодарим вас за участие Уважаемые родители, уважаемые дети Мы желаем вам успеха, счастья, берегите здоровье Слушайте радио Эхо Москвы в Кирове И программу Отрывашка каждое воскресенье в 10.00 Виктор Михайлович Сущев Спасибо вам за то, что вы провели это утро с нами, с детьми Ну и Анастасия Макарова Вы были очаровательны Вы, во-первых, я бы хочу сказать, привнесли нотку какого-то оптимизма Честно говоря, серотонина, я бы даже сказал, в нашу программу Ну и это мороженое из чернил морской каракатицы Просто потрясающе Друзья Ваши любимые Я думаю, что будем прощаться Давайте каждый буквально по одному слову скажет И пойдемте дальше Федя Не болейте Тимур Сегодня обойдемся без прощаний До свидания Правильно Ешьте больше мороженого Прекрасно, Анастасия Ешьте больше мороженого Ну и я, ведущий программы сегодня, дебютант Благодарю всех за доброе расположение духа Руслан Амедов, прощаюсь с вами До новых встреч Слушайте Открывашку Пока! Детская познавательная программа Открывашка